Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о компосте. В сентябрь месяц, еще на улице не холодно, поэтому нам хочется, чтобы те органические остатки, которые мы заложили в компост, они как бы скорее созрели. Конечно, приходится видеть и в интернете, как молодцы берут вилы и, надрывая жилы, берут, ворочают компост для того, чтобы он скорее созрел. Ну, как бы я уже в возрасте, мне эту работу сделать трудновато, тем более, что самое главное условие какое, когда закладывается компост. В идеале компост перед закладкой, все растительные остатки должны измельчаться на 5-7 сантиметров длиной всего лишь. Мы это что делаем? Нет, мы не делаем, потому что у нас нет такого, ну, как бы агрегата, который измельчал бы нам органические остатки нужных размеров. Поэтому мы ложим целиком, ну, где-то лопатой порубали чуть-чуть так слегка, на какие-то меньшие куски и закладываем компост. А надо ли вот перлопатчу этот компост? Не надо. Давайте будем разбираться. Ведь в природе все сделано мудро. Знаете, заложили мы компост, что там происходит? Значит, эта масса начинает гореть. Начинает масса гореть, температура повышается, где-то, как написано в литературе, 65-70 градусов. Начинает гореть, после этого горения начинает постепенно сходить, прекращается, начинают плесневые грибочки работать. И что дальше происходит? И дальше происходит следующее, что наш компост постепенно, постепенно разлагаются эти растительные остатки. Они разлагаются до исходных веществ, то есть до органики. Что необходимо помнить? Ну, во-первых, для того, чтобы ваш компост быстро созревал, есть несколько факторов. Фактор первый. Если вы хотите быстрого созревания компоста, у нас компостную кучу делайте на открытом месте. На открытом месте, под лучами солнца. Сложили сорняки. Это не надо огораживать. Это не надо ничего. Просто свободное место, сложили сорняки в кучу, накрыли черной полиэтиленовой пленкой. Накрыли черной полиэтиленовой пленкой. Через две недели, буквально, максимум три, от ваших сорняков не остается и следа. Там отличная земля, которую вы можете использовать, в первую очередь, для чего? Для подкормок. Ну, заметим, что при таком способе закладки компоста на солнечных местах, значит, остается примерно десятая часть от исходного сырья. То есть, все в основном сгорает, остается очень мало органического вещества. Все сгорает и минерализуется, получаем солнце. Ну, такой более экономичный способ. И, как бы, больше компоста мы получим тогда, когда вот я вот стою сейчас возле компостника, который сделан в полутенистом месте. Что тут, чем тут плюсы? Значит, органика разограется, конечно, медленнее, чем на солнце гораздо. Но компоста получается больше. И вдобавок, что вот здесь, в этом компостнике, у меня еще живут дождевые черви. Весь нижний ярус – это дождевые черви. Пока здесь органика прогорает, значит, черви вверх не поднимаются. Но, когда она прогорит, станет такой удобоваримой, черви станут подниматься и, соответственно, будет питаться органикой. И я получу еще более ценное удобрение, чем то, что я закладывал сюда, как бы для постирования. Ну, что необходимо помнить, опять же, чтобы быстрее это не реализовалось. Вот, если вы заметите, значит, у меня положена солома. Так вот, я закладываю, значит, сполотые сорняки, беру сорняки, ложу слой. И примерно три части сорняков, одна часть соломы. Слой положил сорняков, ну, зелень, любая листья, всего ложу. И дальше слой соломы. Но, еще, опять же, это не все для того, чтобы это скорее минерализовалось, и скорее оно все превращалось как бы в пирогной, чтобы ускорить процесс. Каждый слой я посыпаю доломитовой мукой. Вот такое белорусское производство доломитовой муки. Если вы не применяете, очень вам советую. Значит, хотя к этому предприятию у меня есть и свой интерес, я скажу. Я когда-то уговорил друзей стать акционерами на это предприятие, но 25 лет, ни дивидендов, ничего мы уже не видим. От предприятия доломит. Но, тем не менее, доломитовую муку мы исправно покупаем и уносим на свои участки. Ну, и очень довольны. Потому что доломитовая мука, это удобрение более медленно действующее, чем, например, также известилимил. И, соответственно, она раскисляет почву и добавляет как бы и магния туда, и кальция. И, что, может быть, не все знают, что именно вот такой состав, как доломитовая мука, очень любят дождевые черви. Вот. Они растут гораздо быстрее, если есть внесение в почву доломитовой муки. От извести, от той же мела, от золы эффект, конечно, гораздо меньше. Они не так охотно их поедают, как доломитовую муку. Ну, следующее, что еще необходимо помнить, для того, чтобы это скорее минерализовался, положили слой такой, значит, еще сразу будем компостировать то, что нравится дождевым червям. Что им нравится дождевым червям? Два компонента. Это луковая шелуха нравится дождевым червям. И второй компонент – кофейная гуща. Ну, гуща много мы не наберемся. А вот шелуху с лука, отходы луковые – это очень хорошо, как бы, тонким слоем рассыливать по всему компостной куче. И, что, самый важный момент. Я вижу тоже, как бы, но их товарищи наблюдают. Копают глубокие ямы. Копают глубокие ямы, и там складываются сорняки. Значит, поймите, что вся минерализация идет за счет притока кислорода. Поэтому мой компостник сделан на поверхности. Единственное там, что внизу лежат бетонные плиты. Когда я собираю компост, для того, чтобы знать, что как бы я уже дошел до дна, а не выбирать землю. Вот только единственный нюанс. Ну, плиты, конечно, уложены, там и дырки есть, все есть. А мне не смысл было забетонировать эту площадку. Это не предусматривалось. Тем более, что у меня потом дождевые черви будут на зимовку, кто-то будет уходить в почву. И все будут зимовать в компостной куче. Далее, для того, чтобы это еще быстрее не реализовалось, я опять же посоветую, что опыт – это очень простой способ. Значит, опять же, присаливаем каждый слой небольшим количеством суперфосфата и калия. Можно хлористового, ну, лучше, конечно, сернокислого. Присаливаем, но не обильно посыпаем. Если мы обильно посыпаем, наши все обитатели, которые живут в нижних ярусах, они просто-напросто погибнут от высокой концентрации удобрений. Если мы чуть присолим, это очень хорошо. Наш компост будет обогащен гораздо большим количеством удобрений. Ну и далее, смотрите, есть солома, есть у нас там и органька другая, такая зеленая, сырая. Ускорим их разложение. Чем будем ускорять? Карбонид. 100 грамм карбонидов на 10 литров воды в леечке и проливаем. Именно проливаем, не просыпаем, а проливаем. Это, опять же, ускоряет минерализацию. И вот, как бы, уже к началу сентябра, когда большая часть отходов собрана, уже положено в компост, нашу компостную кучу накрою черной пленкой. Накрою черной пленкой. Буквально уже к концу сентябра, начале октябра, моя пленочка опустится вниз. Это говорит, что процессы минерализации уже там прошли за месяц очень успешно. И уже в верхнем слое появляются дождевые черви. Значит, компост уже можно использовать. Что я беру, делаю. Значит, стараюсь этот компост как бы не сразу использовать. Я беру, сбрасываю верхний слой, который сейчас образовавшийся. А вот тут мне как раз, вроде компостной кучи, есть свободное место, пустое. Я специально засаживаю его однолетними растениями, которые потом в конце сентябра, начале октябра я убираю. И вот этот компост, который уже получился такой полузрелый, я беру, сбрасываю в кучу. Сбрасываю в кучу. То, что не перегнило, остается на этом месте, вместе с дождевыми червями, большое количество, остается дальше перегнивать. Но то, что я положил уже за пределы кучи, опять же, я беру, накрываю пленкой. Тут уже не важно, черная, белая пленка. Но смысл в том, что земля будет промерзать как бы медленно, температура опускается медленно, и мой компост будет дозревать. И к весне он превратится в такую рассыпчатую, хорошую землю, которую я вношу под растение. Это очень сбалансированное. Там же есть, как называется, вермикомпост, тоже от дождевых червей. Там же я вносил калий, я вносил суперфосфат, я вносил мочевину. Удобрение очень сбалансированное, и потом все растет, как на дрожжах. Я этот компост стараюсь добавлять в родочки, в родочки при посеве, а также использую компост очень широко для подкормок. Ковшик этого компоста на ведро воды размешал, полил, все растет, как на дрожжах. Так что поняли, как избежать тяжелой работы с компостной кучей, для того, чтобы не лопать эти растения, растительные остатки. Мы поручим это все, конечно, кому. Удобрение получим. Но есть еще хорошие деструктаторы. Сейчас есть очень много промышленности, микробиологически выпускают. Возьмем деструктатор органики профит. 100 миллилитров на 10 литров воды пролили. Разложение органики пойдет гораздо интенсивнее. И все вредные, которые там есть, споры, есть вредные там врезители, большинстве с вами погибнут. Именно за счет применения деструктатора органики. Так что поняли. Если сделаете вот так, значит, вы будете иметь хороший качественный компост. Ну а доломитовая мука, еще раз повторяюсь, значит, любая шелочная реакция убивает большинство болезней, которые существуют на наших растениях. Поэтому те же гнилые яблоки можно закладывать сюда в компост. Если посыпать, будете доломиткой. Можно какие-то больные растения закладывать, потому что доломитка будет нейтрализовать действие спор этих вредных объектов. И они в дальнейшем не нанесут вреда нашему участку. Так что, если вам понравился наш ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в наш магазин и на Ватберис заказывайте наши препараты. Профит. Цены там вполне доступные. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok